Голливуд не экономит средства при создании фильмов в попытке завладеть как можно большей аудиторией. И чаще всего, правда с разной долей успеха, эти вложения окупаются. В этом видео я расскажу вам о пяти самых дорогих фильмах за всю историю. При этом я не буду учитывать затраты на маркетинг. Итак, поехали! На пятом месте с затратами на создание в 250 миллионов долларов расположились сразу несколько фильмов. Это Гарри Поттер и Принц Полукровка. Самый дорогой фильм про Гарри Поттера. Он, конечно же, купился, собрав около 950 миллионов долларов. Это и Пираты Карибского моря на странных берегах. Вообще все фильмы серии Пираты Карибского моря очень дорогие. Но как и Гарри Поттер, они собирают хорошую кассу. Мы хоть раз сможем встретиться, чтобы ты ничем в меня не тыкал? Узнаю старину Джека. Это и диснеевский фильм Джон Картер, собравший всего 284 миллиона долларов. При затратах в 250. Ты уродлив, но ты прекрасен. Он будет сражаться за нас. Вторая часть Темного рыцаря под названием Возрождение легенды также стала для создателя очень затратной. Но все вложения с лихвой окупились. Фильм принес 1 миллиард 84 миллиона долларов. Темный рыцарь Возрождение легенды Номер 4 в нашем списке Человек-паук 3. Враг в отражении. 2007 года. На его создание было потрачено 258 миллионов долларов, которые, впрочем, легко окупились. Кассовый сбор ленты составил около 900 миллионов долларов. Вот уже три года прошло после того, как Питер Паркер отказался быть борцом за справедливость. И знаете ли, у него это хорошо получается. Он научился жить своей собственной жизнью. Отношения с Мэри Джейн отличные, и он даже собирается сделать ей предложение. Однако главный герой фильма еще не знает, что Гарри Осбор все еще зол на Человека-паука. И считает, что именно из-за него погиб его отец. Теперь Гарри планирует отомстить супергерою в образе нового гоблина. Однако в то же самое время на другом конце города появляется еще один злодей – Песочный Человек. Когда Питер Паркер надевает странный черный костюм, его более темная сторона полностью поглощает нашего героя. В результате этого он встретится с самым сильным своим противником – с самим собой. Что из этого выйдет, вы можете узнать, посмотрев данный блокбастер. Необычно, что третье место досталось полнометражному анимационному фильму «Рапунцель. Запутанная история» 2010 года. Съемки которого обошлись в 260 миллионов долларов, а сборы в мире – около 600 миллионов. В начале мультика мы видим обаятельного и очень красивого разбойника Флина. Который по жизни достаточно удачный. Правда, однажды Фортуна поворачивается к нему спиной. Сразу после того, как Флин попадает в странную башню, находящуюся посреди дремучего леса. Едва забравшись в нее, красавчика кто-то сильно ударяет по голове. Наконец мы одни. Очнувшись перед собой, он видит прелестную красавицу Рапунцель, которая связалась с Ничика. Вся суть в том, что девушка обладает невероятно длинными золотистыми волосами. Правда, всю жизнь она находится в заперти в этой странной башне и поэтому жаждет приключений. Для этого она решает воспользоваться Флином и отправляется в путешествие. Второе место. Фильм 2007 года. Возвращение Супермена. Затраты на него составили 270 миллионов долларов, а заработал всего лишь 391 миллион. Можно сказать, что этот фильм провалился. Кинокритики приняли его не слишком тепло, да и массовому зрителю он не понравился. Отсюда и низкий рейтинг. Данный фильм является как бы продолжением прежних серий о приключениях супергероя. Супермен неожиданно возвращается на Землю после своего многолетнего отсутствия. Поскольку прошло много времени, его возлюбленная Лоис Лейн уже устроила свою личную жизнь. В то время как его заклятый враг Лекс Лютер продолжает совершать преступления. А самым худшим открытием стало то, что люди за время отсутствия Супермена научились обходиться без него. Но его время еще придет. Для того, чтобы защитить мир, который он так любит, супергерой приходится летать на дальние расстояния. Он то поднимается в космос, то опускается в глубины мировых океанов. И, наконец, фильм, на создание которого потратили самое большое количество денег. «Пираты Карибского моря на краю света» 2007 года. Это, как вы можете помнить, третья часть саги о пиратах, созданной в жанре комедийного приключения. Несмотря на то, что лента была прохладно принята кинокритиками, это не помешало ей собрать почти миллиард долларов в кинопрокате. В центре сюжета Джек Воробей, который находится в тайнике у морского дьявола Дэви Джонса, чье сердце находится у Беккета. А я подумал, вы по мне просто соскучились. В то же время Уилл Тернерк, Элизабет Стоун и Капитан Барбоса пытаются найти карту у известного короля пиратов Сяо Фене. Правда, в итоге их разговор оканчивается битвой. Тем не менее, карту они все-таки получают. И в итоге, после долгих поисков, освобождают Джека из тайника. И тут начинается самое интересное. А продолжение вы можете узнать, посмотрев картину, чей бюджет составил целых 300 миллионов долларов. На этом все. Я буду рад вашим лайкам, а также подписке на канал. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok